Валерий Георгиевич, давайте по матчу пройдемся, достаточно удачное начало для Ростова в первом тайме, на мой взгляд, потом чуть игра успокоилась и потом уже во втором тайме Ростов забил свой матч. Как Вы считаете, как это был матч? Да нет, я считаю, что вообще давать оценку игре тяжелое, тяжело играть против «Факела», тем более дома, понятно, что каждая команда играет на своих козырях, козыри «Факела», я думаю, что мы всем понимаемся, знаем, какие козыри, вот, ребятами сказал, что это то, к чему мы готовились, в принципе, это и ожидало нас, понятно, что нам никто под нас ничего делал, не будет, но это нормально, естественно, понятно, что поливать его специально для нас, для нашего футбола никто не будет, траву косить, покороче, тоже никто не будет, это нормально, вот, и, ну, поэтому ребят, прежде всего, поздравить, ребят, вообще молодцы, в такой футбол, в такой футбол, который, там, не характерный, наверное, больше, чем для нас в нынешнее время, не уступили, поэтому мужики молодцы. Не могу не спросить про судейство, болельщики «Факия» недовольны, вот вы довольны? Не довольны? Не довольны. А, да? По поводу судей говорить не буду ничего, у меня и так уже дисквалификации, сейчас на кубок, например, вот, и по поводу судей, единственное, я мог бы сказать, там, Мажичу обратиться, чтобы он нанял, возможно, психологов, для судей, которые не выдерживают давления, начал абсолютно нормально судить, потом начали на него давить, и поплыл по мне. Не могу не спросить, тут перед игрой появляются новости о том, что вы можете оказаться в «Спартаке», не решают ли вам эти новости готовиться к матчам? Ну, вот мне сказали, я услышал, вернее, узнал первый раз, когда мне, сейчас, Абуезидович, Сергей Абуезидович мне сказал, говорит, а ты что здесь делаешь? Я говорю, в смысле, он говорит, так «Спартаке» уже должен быть, ну, посмеялись, вот, поэтому не знаю, там, какие новости выходят, и кто что говорит, то есть абсолютно, меня это перед игрой, тем более перед игрой вообще вообще не волнует. Ну, в целом, вы как относитесь к этим новостям? Понятно, что вы сказали? Никак. Ну, вы не устали от этого? Да, мне-то чего уставать. Еще раз повторяю, что мне-то чего уставать. Я устал. Вы спрашиваете, вы спрашиваете постоянно, а чего мне уставать-то? А почему так сильно прибавил щетинин? Потому что работает. До этого он не работал? Плоды приходят, сначала надо посеять, полить, а потом плоды собирать. Ларий Георгиевич, очевидно, что после зимнего перерыва Ростов резко прибавил. За счет чего? Ну, я бы так и не сказал, что резко прибавил с точки зрения игры результаты, да. С точки зрения игры, не скажу, что мы резко прям прибавили концовку, там, ноябрь, ноябрь, декабрь тоже провели на таком же примерно уровне. С точки зрения игры, с точки зрения результата, я думаю, что, во-первых, подготовка раз, ну и добавили нам приобретение, так скажем, зимнее приобретение. Думаю, что нам добавили прилично очень, если с окотом условного в обороне надежности, добавил Рональда и Махеби, который уже был, но который теперь уже адаптировался, время все равно на адаптацию нужно было. Сейчас уже адаптировался и в хорошей форме, потому что вот эти факторы все вместе, ну, пока дают такой результат. Да, пожалуйста. Добрый вечер, с победой. В нынешних реалиях вы тренер Ростова, мы в премьер-лиге. В последний сезон контакты Факела и Ростова, ну, достаточно близкие, игроки приходят к нам в аренду, от нас игрок ушел, вернулся к вам. Как вы оцениваете этот опыт и возможно ли его продолжение в будущем? Ну, оцениваю как только положительный опыт, тем более, ну, сами знаете, наверное, все с Романом Гурамовичем. Мы, естественно, общаемся, ну, даже не то, что общаемся, а друзья. Так что, ну, это никак, понятно, что не влияет на какую-то там трансферную, еще какую-то политику, поэтому там Калинин, допустим, в факеле находится, потому что мы друзья. Это уже не дружеские отношения, это уже решение одного и второго клуба. Вот, но не вижу ничего в этом плохого, даже наоборот, если это как-то помогает нам и факелам, то великолепно. Да, пожалуйста. Василька, зачем у нас в факеле находится поездка? Ко мне вопрос? Ну, это к факелу вопрос, нет? Какой обмен оптов, у коленей? К факелу вопрос. Давайте-таки о матче, были больше вопросов. Да, пожалуйста, Ринат. До третьего места сейчас 4 очка, и появляются утверждения, что Ростов в гонке за медаль. Вы согласны с ним? Или команда об этом не думает? Команда, сейчас я команду поздравил, ну, я говорил, где-то нам надо 33, 34, 35 очков набрать, чтобы в стыки не попасть, поэтому команду поздравил. Сказал, пацаны, молодцы, в стыки не должны попасть уже. И еще один тогда вопрос. У вас предстоит выставить Екатеринбург, как будет команда добираться туда? Какая логистика? На лошадях, понимаем. Как из Тамбова до Тамбова на автобусе, и из Тамбова полетим. Дорогие, еще один вопрос. На ваш взгляд, нереально на этом поле в комбинационный футбол играть? Получилась такая, может быть, не совластей, достаточно серенькая игра со стороны обеих команд? Нет, соглашусь. Игра такая, какая она, в основном, здесь чаще всего и бывает. Никто не говорит про качество травы, трава даже вроде неплохая, но ребята, трава-то хорошая, но под ней бетон условно. Если его еще и не палить, не хотел играть, если мяч не катится, застревает, его даже Осипенко спотыкался об него, Сако спотыкался об мяч. Ну, спотыкаются все там, введение в простом, чего не происходит на политом поле. Но, еще раз повторяю, это, ну, каждая команда играет на своих там сильных качествах. И пытается убрать сильные качества у другой команды, поэтому факел молодцы, играет на своих сильных качествах. Да, пожалуйста. Один вопрос, чуть-чуть не по матчу, но и не про Спартак. Прямо сейчас Байр, который тренирует Хаби Алонс, играет за чемпионство. Скажите, общаетесь ли вы с Хаби Алонс, потому что вы вместе играли? И напишите ли вы ему какое-нибудь поздравление, если Байр уехал? Нет, не общаемся. То есть, когда он в Ливерпуль уехал из РФ Седада, уехал там еще первые год-два, пока я в Испании еще играл. Да, нет, еще как-то общались, потому что он приезжал в Сан-Себастьян, семья у него там. Поэтому, когда виделись, общались, так, конечно, мы на связи, нет такого. Игорь Ильич, как тренировый сборный, вообще радует этот чемпионат с точки зрения качества игроков или наоборот определенный регресс по сравнению с прошлым чемпионатом? Нет, именно российских игроков и регресса по российским игрокам абсолютно нет. Я думаю, что наоборот даже прибавляет. Все, спасибо.